Всем привет! Я надеюсь, меня хорошо видно и слышно, и наш сегодняшний стрим, вебинар, мое сегодняшнее выступление пройдет хорошо не только с точки зрения технической, но и с точки зрения общеметодической. Вот, и все у нас будет прекрасно. Я представлюсь, меня зовут Марина Евстратова, я руководитель тренерского центра для преподавателей школы Skyeng и SkySmart, и сегодня расскажу вам о том, как обучать бигинеров. Буду вещать на очень животрепещущую тему, на тему сложную, часто обсуждаемую и достаточно широкую. Наш стрим сегодняшний займет буквально 15-20 минут, не то чтобы из-за того, что обучать бигинеров на самом деле очень легко и просто, и у меня есть какие-то волшебные пилюли для того, чтобы решить все проблемы, но как раз из-за того, что эта тема достаточно большая, сложная, глубокая, требует рассмотрения конкретных кейсов, и в формате стрима, даже если бы он длился не 15 минут, а час или два или три, я бы, наверное, могла рассказать только какие-то общие принципы того, как нужно вести себя с бигинерами, что с ними делать, что с ними не стоит делать, потому что такая тема требует более глубокой проработки и в первую очередь требует рефлексии того, как сам преподаватель преподает, как он себя ведет, без понимания того, как преподаватель подает себя ученику, без анализа своих действий, тут будет очень сложно что-то в себе изменить, но мы про это еще поговорим. Вот, по времени, как я уже упомянула, мы, я надеюсь, уложимся в 15-20 минут, по структуре моего выступления по содержанию я расскажу о том, почему обучать бигинеров может быть непросто, расскажу о том, какие из этих сложностей возникают из-за того, что преподаватели, возможно, делают что-то не так или не знают, как делать правильно, как вести себя правильно с бигинерами. Я также расскажу о сложности, которые возникают из-за того, что бигинеры просто сами по себе такие, у них есть определенные особенности, как у отдельной группы обучающихся, и эти особенности очень важно учитывать. Вот, и я не буду ограничиваться исключительно рассмотрением этих особенностей, также попытаюсь дать какие-то советы, какие-то общие рекомендации по поводу того, на что обращать внимание, как вести себя с бигинерами, как эти особенности, которые я затрону, учитывать в своем преподавании и что делать с собой, если все-таки те особенности, которые, например, приводят к сложности, которые я упомяну, вы замечаете в себе. Итак, начнем с первого момента, почему обучать бигинеров, тут, наверное, нужно подчеркнуть нужное, страшно, сложно, непросто, больно, стрессово, и можно сюда подобрать абсолютно любое наречие с эмоциональной, такой эмоционально-оценочной коннотацией негативной. Но с кем бы, например, с преподавателем мы не взаимодействовали, по вопросу обучения бигинеров, все преподаватели в какой-то мере упоминают сложности, с которыми им действительно сложно справляться. Есть категория преподавателей, которые обожают преподавать бигинерам, которые предпочитают только начинашек, потому что с ними, с одной стороны, просто, потому что им много не надо объективно. Все знания, все эти крупинки знаний для бигинеров уже воспринимаются как что-то большое, просто потому что по сравнению с полным отсутствием знаний об английском языке, знания каких-то 5, 6, 7, 10, 50 новых слов, это уже огромное достижение. Но с другой стороны, все-таки сложностей, наверное, здесь будет больше, чем, ну, таких каких-то субъективных плюсов. И все эти сложности, ну, как я уже упомянула с самого начала, можно разделить на две категории по происхождению. Первая категория – это сложности, которые вызваны особенностями бигинеров, как обучающихся. Есть несколько видов бигинеров, которые можно опытным путем вывести вот эту категоризацию. Есть бигинеры, которые вообще не знают ничего о языке, что дети, что взрослые. Естественно, с детьми здесь будет формат преподавания, здесь будет немножко другой, зависит от их возраста. Мы сейчас поговорим про взрослых. Если у нас бигинер взрослый, если он абсолютно ничего не знает об английском языке, ну, во-первых, это очень редкий случай, потому что сейчас в наше время очень сложно найти человека, который не знает даже каких-то интернациональных слов и какую-то совсем-совсем базу об английском языке. Такое случается. Бывают false beginners, которые когда-то начинали в школе, в университете, но прошло много лет, английский забылся, он был не нужен, а сейчас почему-то появилась потребность. А есть вечные начинашки, которые, ну, тоже мы их сюда относим к категории false beginners, которые постоянно топчутся на месте, начинали уже не один десяток раз самостоятельно, по самоучителям, с преподавателями. В школах, на курсах, еще на каких-то образовательных сущностях, но ничего у них не получается. Здесь можно выделить несколько таких моментов, на которые необходимо обращать внимание, которые очень важно учитывать с точки зрения преподавания, с точки зрения того, как мы организуем процесс. Во-первых, основная сложность бигиннеров в том, из этой сложности, кстати, произрастают некоторые другие, с которыми мы сталкиваемся, и про которые я тоже сегодня упомяну. Сложность это в том, что бигиннерам не к чему присоединять новую информацию. С точки зрения того, как работает когнитивный процесс изучения, можно такую маленькую схемку для себя представить, все новое для того, чтобы запомниться, для того, чтобы уложиться в нашу голову, присоединяется к уже имеющейся информации. То есть если мы представим все наши знания как какой-то огромный сложный кластер, вот такую паутинку информации, которая у нас сложилась за время изучения английского языка всего, например, если мы не бигиннеры, то изучение нового будет происходить через присоединение к старому. То есть мы будем строить какие-то ассоциации, мы будем строить определение этих новых слов из определения тех слов, которые мы уже знаем, мы будем сравнивать новые грамматические конструкции с теми, которые мы уже знаем, мы будем определять контекст для новой лексики, грамматики, дискурса, фонетики, еще чего бы то ни было, на основе того контекста, который мы уже можем сложить из наших знаний. То есть так или иначе, все новое – это присоединение к старому с точки зрения запоминания, но бигиннерам просто это новое присоединять некуда, потому что они еще ничего не знают. Именно поэтому про вечного бигиннера может сложиться такой стереотип, что это человек, который вечно, нескончаемо клеит стикеры на все предметы вокруг, пишет на этих стикерах, как там этот предмет называется на английском языке, и в общем вот это вот все изучение английского языка. Это такое преувеличение, которое отражает на самом деле проблему нерешаемую. То есть с точки зрения преподавания нам очень важно обеспечить запоминание, максимальное запоминание, максимальную практику тех первых вещей, которые бигиннеры учат, чтобы у нас сформировались вот эти вот первые элементы паутинки, первые кластеры информации, которые бигиннеры могут удерживать у себя в голове, чтобы новая информация прикреплялась к старой. Для того, чтобы так делать, обучение очень важно начинать с чего-то практичного, и мы вот в эру коммуникативной методики непонятно уже отходим от тех правил, даже не знаю, как это назвать, правила, традиция, наверное, вот так исторически сложилась, что бигиннеров обучают по каким-то темам, ну вот совсем элементарным, примитивным, которые взрослых людей часто отталкивают. То есть это название животных, например, с которыми они никогда не взаимодействуют во взрослой жизни, или мы списком, например, можем обучать учеников названием каких-то блюд, овощей, фруктов, чего-нибудь еще, а бигиннеру-то хочется говорить, бигиннер хочет общаться какими-то элементарными простыми фразами, то есть выигрывать здесь будут те преподаватели и те бигиннеры, собственно, которые начинают обучение с чего-то минимального, элементарного действительно, но очень практичного, то есть как здороваться, как задавать вопросы какие-то элементарные, как спрашивать дорогу, если это, например, курс для путешествий, если бигиннер хочет потом использовать английский в работе, это изучение какой-то интернациональной бизнес-лексики, вот самой-самой элементарной, то есть какие-то прикладные практические вещи, которые будут уже, возможно, знакомы бигиннеру, просто потому что это какие-то интернациональные слова, к примеру, но они очень легко сформируют вот эту вот базу, на которую потом уже можно наслаивать все знания, которые бигиннеру понадобятся для того, чтобы перестать быть бигиннером, так скажем. Если у таких бигиннеров рассматривать их потребности, то потребности всегда у бигиннеров достаточно конкретные, особенно если это взрослые люди. Понятно, что дети скорее будут обучаться английскому языку по другим причинам, не для путешествий, не для работы, не для себя, не для саморазвития, а просто потому что, к примеру, в школе есть такой курс, и это общешкольная программа, вот мы для общего развития действительно изучаем английский язык, или, например, у нас предстоят экзамены, которые мы потом хотим связать с профессией, но каких-то практичных сиюминутных применений английского языка дети, естественно, видеть не будут. У взрослых бигиннеров все совсем по-другому. В большинстве случаев взрослые бигиннеры очень часто испытывают потребность изучать что-то, что можно использовать прямо сейчас, условно, как я уже упомянула, фразы для взаимодействия с людьми на работе, какие-то вещи, которые можно использовать в бытовом общении, ну вот что-то прям такое очень-очень-очень применимое, особенно если ученик в своей бытовой или рабочей жизни встречается с английским языком и действительно испытывает потребность развиваться именно для этих целей, то будет очень больно уводить ученика в какой-то общий курс, который совсем никак не приспособлен к тем вещам, которые ученику нужны. Про это мы еще немножко поговорим. Еще одна сложность у бигиннеров, часто наблюдая моя, особенно у людей, которые очень долго не изучали языки и прям с полного дуня начинают, у них нет опыта изучения других языков, у них нет никакого другого академического опыта, это отсутствие, часто полное отсутствие study skills, так называемых, то есть это отсутствие представления того, как учиться. Можно по крупинкам здесь разбирать, что такое, что из себя представляют study skills, но если в общем, то это, во-первых, представление о том, как нужно себя вести для того, чтобы все изученное запоминалось и чтобы навыки развивались, это понимание собственной роли в классе, это понимание роли преподавателя в классе, и это понимание роли материалов в классе. Если мы говорим про то, что ученику необходимо делать, то очень часто ученики не знают, как изучать слова, как пользоваться словарем, когда конкретно нужно идти пользоваться словарем, как ограничивать себя от того вороха информации, которую можно найти. И очень часто бигиннеры на вот такой, на большой мотивации, на горящих глазах, когда они только начинают учиться, просто пытаются загладывать абсолютно все, что плохо лежит относительно информации про английский язык, а потом просто не имея способности это все переварить, потому что информации действительно огромное количество, они очень быстро сгорают и теряют мотивацию, им становится сложно, неинтересно, они теряют силы, теряют веру в себя, и вот замечательно, мы потеряли бигиннера, потом через несколько лет он еще раз начнет изучение примерно с того же места. Что касается словарей, сказала, что касается, например, введения личных заметок, тоже достаточно часто бигиннеры не умеют вести собственные записи, хотя введение собственных записей это прям маст, особенно если вы не имеете доступа ни к какой интерактивной платформе, которая самостоятельно собирает информацию, заметки, которые не агрегируют какие-то учебные материалы, которые вы используете, без личных заметок, к которым вы даже не будете никогда возвращаться, вам просто важно их писать, будет прям вообще очень сложно. Вот, и также организация собственного времени очень-очень-очень сильно важна. Учиться где-то кучкой, сжимая абсолютно все материалы один раз в неделю, ну, это практически бесполезно. Учиться нужно, распределяя свое время по неделю, как минимум 2-3-4 раза в неделю. Хорошо, если это будут занятия с преподавателями, потому что бигиннерам действительно нужно учиться много с преподавателями. Но если, например, есть вариант заниматься только один раз в неделю, все остальное время по неделю должно быть распределено в пользу самостоятельных каких-то активностей, которые будут согласованы с преподавателем, чтобы преподаватель знал, а что конкретно ученик делает, понимает, какие тексты он пытается читать, какие слова он пытается учить, чтобы потом пытаться это выводить в речь, в практику. Вот. И последняя сложность, которая связана именно с... Ну, последняя, которую я выбрала, на самом деле, можно еще выбрать больше, которая связана именно с характеристиками бигиннеров, это, как я ее для себя называю, это категория когнитивных искажений, которые присущи именно изучающим язык низких уровней. Можно сюда еще приплести, наверное, сейчас мне вспомнилась такая замечательная вещь, как Bandera Curve, про нее можно по-моему ли почитать. Это та ситуация, в которой мы, изучая что-то о новом предмете, какую-то крупинку информации, чувствуем очень большой эмоциональный подъем. Мы чувствуем, что мы такие молодцы, мы такие классные, мы так прям вообще очень круто что-то выучили. Мы теперь знаем все, мы теперь любим все, вот вообще начали учить английский, все классно, сейчас прям будем использовать, смотреть сериал, например, на английском языке. А потом мы сталкиваемся с реальностью и понимаем, что нам, оказывается, приоткрыли только верхушку айзенберга, и мы вообще ничего еще не понимаем о предмете, и все, что нам нужно изучать, это гораздо более глубокие знания. И после вот этого осознания наступает противоположность эмоционального подъема примерно такой же силы, и из этой ямы уже выбраться достаточно сложно. То есть с точки зрения преподавателя здесь очень важно давать ученику понять, что то, что он сейчас изучает, это, конечно, классно, круто, но это всего лишь маленький кусочек того, что нужно будет изучить, чтобы у ученика не формировали сложные ожидания по поводу того, что он сейчас выучил, например, пять глаголов, включит свой любимый сериал и все поймет. Естественно, такого происходить не будет. То есть преподавателю тоже нужно уметь управлять ожиданиями своего ученика. И что касается тех вещей, которые, тех сложностей, которые вызываются действиями преподавателя, их тоже можно выглядеть несколько. Я, наверное, перечислю, ну, их может быть несколько много на самом деле, но я перечислю только те, которые вызывают, наверное, наиболее критические проблемы, которые встречаются чаще всего, это, во-первых, непонимание всего вышеперечисленного о характеристике бигиннеров, которые я только что пересказала. То есть здесь, ну, я очень надеюсь, что вы поняли, необходимо очень аккуратно подходить к формированию нагрузки на бигиннера и формированию первых материалов, которые бигиннер будет потреблять во время, там, первого месяца, двух, трех, четырех, для того, чтобы у него сложилось впечатление, что он действительно изучает что-то полезное, а не какой-то бесполезный кусок информации, который, ну, вообще ему никогда не пригодится. Еще одна сложность – это, ну, наверное, сложность присущая, скорее, преподавателям-новичкам, которые преподаватели-новички делают из хороших побуждений, но, которая обычно не приводит ни к чему хорошему, это отсутствие чувства меры в отношении количества информации, которой мы бывали во имя бигиннеров, условно. Это как раз перекликается с тем, что я уже сказала, с тем, что необходимо очень аккуратно подходить к формированию нагрузки. Но очень часто я и сама себя помню, как начинашку начинающего преподавателя, который только-только набрал первых учеников, бигиннеров причем, и который хотел прям очень-очень много информации рассказать, вот такие вот просто-непросто грамматических правил приносил на уроки, все это рассказывал еще и на русском языке, и с таким энтузиазмом, так быстро, вот прямо как сейчас я говорю, я очень быстро говорю, извините. Вот примерно так я рассказывала всю информацию о Present Simple и вот других всех вещах, которые изучают бигиннеры своим бигиннерам. Как они со мной остались, я не понимаю, но как-то остались, наверное, во мне есть что-то, что меня останавливало вовремя, но это действительно большая проблема. То есть бигиннеры никогда не смогут выучить, выучить, может, смогут, но применить с пользой все правила со всеми исключениями, со всеми грамматическими формами. И, например, не зря, вот особенно, кстати, в детских курсах, это такая характеристика, очень бросающаяся ярко в глаза. Когда мы какое-то правило, ну, скажем, грамматическое правило, разбиваем на несколько кусочков, на несколько уроков для того, чтобы в несколько уроков его вместе с учеником закрыть. То есть условно, если мы говорим про тот же самый глагол have, на одном уроке мы изучим его позитивную форму, а вот на втором уроке мы уже изучим его негативную форму. На одном мы смотрим have, на втором don't have, там еще что-нибудь. Вот, и примерно тот же принцип очень классно использовать и со взрослыми бигиннерами. Понятно, что кто-то пошустрее, кто-то помедленнее, с кем-то можно это и в один урок как-то скомпоновать. Но дробление всей информации и моментальное выведение всей информации в речь будет гораздо полезнее, чем простыня вот таких грамматических правил про то, что такое глагол to be, зачем он нужен в английском языке, про его этимологию, про его историю, про его вариации, про его эволюционное развитие, как глагол. Вот это вот абсолютно не то, что нужно вашим бигиннерам, но я тогда считала по-другому много-много лет назад. Как хорошо, что я перестала так считать. Вот, и последняя особенность здесь, это непонимание того, как использовать английский язык на уроках, как использовать русский или английский и родной. В целом, у преподавателей есть сложность. Я могу об этом заявлять, потому что я писала про это курс, и я делала такое мини-исследование среди наших преподавателей. У преподавателей действительно есть сложность с тем, как градировать свой язык, то есть как понять, насколько сложна твоя речь. Особенно если у преподавателей не очень высокий уровень языка, например, ни advanced, ни proficiency, где-то там, не знаю, плюс-минус upper, может быть, там, переходящий интер в upper. Может быть, такая, какая-то, не знаю, подсознательная потребность, что ли, усложнять свой язык намеренно, чтобы звучать красиво, чтобы звучать хорошо, чтобы показывать ученику язык, как он может выглядеть, как он может звучать. Это абсолютно не то, что можно бигинерам, вот прям абсолютно. И бигинеру очень важно понимать каждое слово, которое преподаватель говорит, потому что любое непонимание у бигинера вызывает панику. Очень часто, кстати, у тех учеников, у которых нет стаби-скиллс, и которые не понимают, что есть определенные особенности в роли преподавателя и роли ученика, которые нужно учитывать, и в соответствии с этими ролями понимать друг друга на 100%. Ну, не обязательно, не обязательно понимать 100% сказанного, услышанного для того, чтобы понять смысл услышанного. Вот, и если мы ученика ставим в такие условия, мы как бы искусственно подогреваем вот этот вот страх и вот это когнитивное искажение, которое есть у учеников. Вот, то есть, градирование языка, это прям абсолютно, абсолютно, абсолютно то, что нужно делать. Градирование может быть вербальным, невербальным. Вербальным можно просто говорить проще, подбирать максимально простые слова, делать паузы между фразами, не просто между словами, а вот так, между фразами, чтобы наш ученик нас понимал, ну, как бы вот условно, да, то есть, чтобы звучать при этом не как робот, но все равно занижать свой общий темп речи, если мы говорим про масштаб одного предложения, чтобы у ученика был вот этот воздух, для того, чтобы осознать, что мы конкретно сказали, раскодировать его в голове и понять, что конкретно мы хотим, и мы уже сформировать свою реакцию, либо слушать дальше, либо что-то сказать, либо переспросить, либо еще что-то сделать. Вот, то есть, вот такие вещи прям очень сильно нужны. И также бывает невербальное градирование. Это градирование при помощи любой невербалики. То есть, вы можете использовать жесты, вы можете использовать какие-то сигнальные, сигнальные карточки, объекты. Вот прям на что хватит фантазии, то и можно использовать. То есть, если вас ученик не понимает, вместо того, чтобы говорить, я не знаю, повторить, пожалуйста, научить его каким-то жестом, например, repeat или еще что-нибудь. Вот, вы можете давать какие-то инструкции при помощи стандартных жестов, например, послушай, прочитай, или еще что-нибудь. То есть, вот с этими всеми вещами тоже можно договориться на старте, чтобы ученика не было потребности изучать еще инструкции, как вы даете, и чтобы вы все инструкции, например, если вы будете, а вы будете и должны, в принципе, обучать бигинер инструкциям давали тоже в такой перевариваемой форме. Вот. Я понимаю, что я уже вывалилась за 15 минут, заговорилась, но расскажу здесь еще про то, что может сделать преподаватель для того, чтобы, ну, вот эти вот все трудности обходить. И если вы их уже обходите, то вообще замечательно. те вещи, которые вы можете делать в дополнение к тому, как вы сейчас преподаете, для того, чтобы сделать ваш курс, ну, или ваши действия вообще для бигинеров гораздо более полезными, чем они, например, есть сейчас. Расскажу здесь несколько вещей. Первое – это, ну, естественно, study skills, то есть, причем не просто ограничиваясь какими-то общими организационными моментами, например, как использовать словарь, как использовать, как вести заметки там или еще что-то, как вести учет каких-то там, не знаю, домашек. А можно пойти немножко шире, можно поизучать вместе с учеником методику. Например, можно поизучать вместе с учеником, зачем в классе используется индуктивный подход к обучению грамматики, что такое sysicus, что такое eliciting, что такое активное слушание, что такое connected speech, и как оно связано с стадией декодинга в аудировании. Они очень, конечно, просто, и я бы, конечно, не стала это вообще растягивать на один урок, но в плане каких-то методических пятиминуток, пускай даже на русском языке, я бы стала включать это в занятия с бигиннерами, если бы они снова у меня появились. И со своими несколькими бигиннерами, которые у меня были не так давно, и действительно такое использовала. Это такие маленькие стадии, рутинки, как я их называла, когда мы вместе с учениками разбирали, а почему конкретно вот так учатся лучше. Мы это делали из-за того, чтобы ученикам было проще воспринимать те упражнения, которые могут казаться им неочевидными. Зачем мы вот это вообще делаем? А зачем вы задаете мне вот эти странные вопросы по контексту? А зачем мы сейчас делаем диктант, если я не хочу делать диктант? Ну, чтобы вот такие какие-то моменты закрыть, и чтобы ученики понимали, что мы здесь занимаемся развитием конкретных скиллов, тоже важно очень такие вещи прорабатывать. Ну, если позволяет, конечно, и ваше умение градировать язык, и уже знание ученика говорить об этом на английском языке вообще прекрасно. Если нет, ну, как бы 2-3 минутки поговорить о том, как лучше учиться, можно и на русском языке. Что касается самого обучения, то очень часто, и это такой большой больной вопрос для меня, по крайней мере, обучение бигиннеров начинается с грамматики. У меня большой вопрос, зачем? Ну, естественно, мы здесь исходим из той логики, что бигиннерам нужно очень много изучать для того, чтобы начать говорить, нужно изучать очень много глагольных вещей, потому что ни одно предложение не может существовать без глагола, и, естественно, с глаголами наслаивается вот эта вся грамматика про времена, про пассивы, про копулы, и вот это вот все замечательно. Но для бигиннеров, для того, чтобы сформировать больше, более широкую вот эту паутинку знаний, необходима также лексика, и гораздо больше внимания на лексики, причем полезные лексики, будет гораздо более полезным, чем перепрыгивание с одной грамматической темы на другое. Я бы чередовала изучение одной грамматической темы с двумя, тремя, четырьмя лексическими, для того, чтобы ученика просто рос словарный запас, и мы одну и ту же грамматику оттачивали просто в разных контекстах, для того, чтобы ученика и грамматика оттачивалась быстрее, чтобы вот эти вот фасилизированные ошибки не формировались, и просто для того, чтобы у ученика рос словарный запас, чтобы он мог больше говорить и быстрее начинал говорить в своем контексте, который ему нужен. Также уже про это упомянула частично, очень сильно помогает дриллинг. Это те техники, которые повсеместно используются с детьми, но которые в коммуникативной методике почему-то потеряли свою актуальность, а зря. С бигиннерами очень классно использовать всякие разные виды дриллинга. Они бывают действительно разные, бывают в игровой форме, бывают в форме, ну, естественно, как мы для детей используем всякие песни, чанты и такое все подобное. Со взрослыми можно использовать просто разные игровые формы, опять же, либо можно просто одну и ту же грамматику использовать в разных контекстах лексических, которые мы уже изучили. Можно использовать всякие board games, очень классно заходят на уровне бигиннера. Вот, то есть тут можно прям про это почитать, что лучше подойдет и под вас, и вашему ученику тут прям не буду давать никаких советов, все люди разные, в разной форме можно его делать. Вот, но повторение многократное изученного не в монотонной форме, это прям супер классно, чтобы, может, генерал, по крайней мере, увеличить уверенность в том, что он говорит. Вот, и сюда же, наверное, в эту группу советов можно отнести заучивание диалогов. Кстати, вот, я сама ненавидела это как преподаватель, как ученик и не очень так люблю, когда остальные преподаватели так делают, но это тоже можно делать очень сильно по-разному. Можно делать заучивание полезных диалогов, можно делать изучение каких-то полезных диалогов, а потом их отыгрывание в каких-то конкретных коммуникативных ситуациях. То есть тут можно степень заучивания, ее можно прям варьировать в зависимости от того, как полезно ученику, и как хочется ученику, и как хочется вам. Вот, но в любом случае работа с живым языком из какой-то конкретной коммуникативной ситуации обязана быть, и диалоги, рассмотрение вот таких диалогов из каких-то конкретных ситуаций тоже может помочь. Вот, я выговорилась. У меня кончилась информация, которую я сегодня хотела вам рассказать. Рассказать могу еще больше и еще больше вещей, которые и про бигиннеров, и про другие уровни. Но я так думаю, что на сегодня хватит. Если вы уже преподаете с нами, то обязательно обратите внимание на курс в разделе «Мое обучение» в вашем личном кабинете, который называется «Language Grading». Вот, замечательный курс, который писала я и мои замечательные методисты по тому, как правильно градировать язык. Вот, он поможет действительно в том, он поможет понять, как, что необходимо изменить в своей речи для того, чтобы ваши ученики и ваши бигиннеры-начинашки, ну, не только бигиннеры, а в целом, начинашки низких уровней начинали вас понимать без использования родного языка и любого другого языка посредника. Если вы с нами еще не преподаете, то очень зря это пора исправить. Если вы смотрите нас и еще не подписаны, то уже пора исправить. Это исправить гораздо проще. Просто подпишитесь. Вот, и будем ждать вас на других наших стримах. У нас их планируется еще, насколько мне известно, несколько, что в апреле и в мае тоже у нас будет очень плотный горячий месяц по стримам. Вот, была очень рада сегодня для вас повещать немного информации методической. И желаю вам хорошего дня. Всем пока.